Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Владислав Александрович Легков, заведующий отделением гинекологии Федерально-ночно-клинического центра клинической больницы номер 123. Здравствуйте, Владислав Александрович! Рады вас видеть в нашей студии, рады познакомиться. Ваше отделение давно существует в клинической больнице, но совсем недавно в нем проведен ремонт, закуплено новое оборудование, мы побывали, посмотрели палаты, посмотрели операционные, смотровые кабинеты. Все, конечно, очень красиво, уютно, но и, конечно же, хотелось поговорить и об этом, и о том, и о тех направлениях, которые вы активно развиваете в своем отделении. «Наше отделение развернуто на 40 койк, находится оно в стационаре. Девять врачей у нас должно быть по штатному расписанию. На самом деле мы выполняем все объемы и экстренной, и плановой гинекологической помощи. Как вы правильно заметили, недавно произведен ремонт, поэтому и в общих палатах у нас есть и души, и туалеты, что, на мой взгляд, очень важно именно в гинекологическом отделении. Есть и одно-, двухместные, трехместные палаты, то есть все возможности для того, чтобы оказать медицинскую помощь и в полном объеме, и, собственно говоря, с определенным комфортом. Что касается нашего отделения, то мы оказываем практически любой вид помощи гинекологической. Лечим женщин и с, как я уже сказал, с заболеваниями, которые требуют экстренного вмешательства. И занимаемся и беременными женщинами при угрозах, и других проблемах, связанных с беременностью. Ну, как основной упор мы делаем, конечно, на плановой госпитализации и лечении всех видов проблем, связанных с гинекологическими заболеваниями. Это на первом, ну, таком, как мы считаем важном в оказании медицинской помощи, это малоинвазивная хирургия. Сохраняем здоровье женщины и делаем это так, чтобы для... с минимальными потерями, даже эстетическими. Ну, если говорить о малоинвазивной хирургии, это лапароскопические методики, это небольшие разрезы на передней брюшной стенке, это известно всем. Но, ну, допустим, консервативная миомактомия, с сохранением репродуктивной функции женщин при наличии больших миоматки, любого расположения. Также одно из направлений нашего отделения – это влагаличная операция. То есть влагаличная операция позволяет провести множество... лечение множества заболеваний, таких, как те же самые миомоматки, когда даже без разреза передней брюшной стенки через влагалище удаляются узлы миомы. Это называется консервативная миомактомия влагалищным доступом, когда нет никаких разрезов вообще на передней брюшной стенке, когда есть возможность наложить швы на матку не лапароскопическим доступом, а в последнее время, к сожалению, были случаи не только в Москве, но и по России осложнений после лапароскопических консервативных миомактомий, таких, как несостоятельность рубца на матке во время беременности. Ну, такая методика, как влагалищная консервативная миомактомия, позволяет наложить адекватные швы, уменьшить вероятность подобных осложнений. То есть такие операции становятся более эффективными? Ну, такие операции, во-первых, проводятся... Это, в общем-то, уникальная методика. Не во многих медицинских центрах Москвы и России подобные операции проводятся. Тут в нашей клинике мы делаем подобные операции. Сразу хочу сказать, что далеко не во всех случаях есть абсолютные показания именно к такой методике, но такая методика есть, существует, и при опленных расположениях узлов миомы это возможно сделать. Ну, конечно же, очень многое зависит от того, от возраста женщины, от ее дальнейших пожеланий в плане сохранения репродуктивной функции. Ну, такая методика есть. Значит, мы оказываем весь спектр лапароскопических операций. Имеется в виду и операции на придатках, операции на матке. Ну, допустим, такие операции, как сакровагенопексия при опущениях, при выпадениях матки тоже, используя лапароскопические методики. Кроме этого, у нас широко внедрено в нашу практику это внутриматочные технологии. Такие операции, как полипы, как внутриматочные перегородки при пороках развития, при расположениях именно субмукозных расположениях узлов миомы. Это миомы матки, которые выбухают в полость, то есть они деформируют полость, вызывая маточные кровоотечения. При подобных методиках, это без большой операции, без разреза передней брюшной стенки, проводится в матку, вводится специальный прибор, гистрорезектоскоп, удаляются узлы миомы, фактически, либо под спинальной анестезией, то есть это без эндотрихиального наркоза. Эндотрихиальный наркоз – это методика анестезиологическая, которая требует установки искусственной вентиляции легких. В данном случае женщина может обойтись без такого вида анестезии. Спинальная анестезия, у нас прекрасные анестезиологи, позволяет женщине участвовать, видеть частично то, что делает хирург, учитывая, что все операции внутри матки проводятся с помощью визуального контроля на большом экране. Поэтому видит не только доктор, но, в общем-то, может наблюдать и пациентка, что происходит во время операции. Значит, также большое количество, и в случае, если операции внутриматочные, такие операции все знают, все слышали, а, может быть, кто-то даже через такие операции прошли, это раздельное лечебно-диагностическое воскрабливание при каких-то патологиях, таких как полипы, эндометрия, гиперплазия эндометрия. Так вот, рецидивы после обычного выскабливания полипов эндометрия достаточно высокие. Гистрорезектоскопия позволяет увидеть ножку полипа отдельно, очень аккуратно, под контролем визуальным, прижечь эту ножку с уменьшением вероятности рецидива подобных заболеваний. То есть, все под контролем, женское здоровье, под контролем ваших врачей? Да, учитывая, что здоровье – это самое важное, что есть, наверное, у человека здоровье, то мы оказываем не только полный спектр услуг в плане сохранения женского здоровья, но главный наш упор – это на сохранении репродуктивной функции, что позволяет женщине, в общем-то, подумать о желанной беременности не только в 18-20 лет, но и что сейчас очень актуально, когда женщина первого ребенка рожает в 35 и ближе к 40 годам. Так вот, сохранить репродуктивную функцию и до того возраста, когда она наконец-то решилась родить ребенка. Также, еще раз я хочу повторить, это малоинвазивные методики. То есть, методики, которые позволяют… Насколько короткий срок реабилитации после таких вмешательств? Ну, к примеру, если говорить о большом объеме операции, при лапартомических операциях, это операции, которые сделаны по поводу мемоматки с разрезом передней брюшной стенки, то срок госпитализации обычно минимум 8 дней, то есть, это сутки до операции, послеоперационный период – это 7 койко дней. При влагалищных экстрапациях, когда убираются практически любые размеры мемоматки через влагалище, необязательно иметь опущение при этом. Так вот, убираются узлы и вся матка через влагалище. Во-первых, женщина встает практически сразу, она может встать в этот же день, потому что нет разреза, не пересекаются ни мышцы, не пересекаются ткани передней брюшной стенки. Убирается все через влагалище, в общем, естественно, можно сказать, образом. То есть, вставать она может в этот же день, а выписка на третьи, четвертые, пятые сутки, в зависимости от того, есть ли какие-то особенности при этих операциях или нет. То есть, это, в общем, да, и, конечно же, это косметический эффект. Никто никогда не заподозрит, это не видно, никто никогда не заподозрит, была вообще какая-то операция, нет, для многих женщин это имеет принципиальное значение. Ряд положительных моментов – это ранняя реабилитация, косметический эффект. Ну, и эффект в целом от лечения подобной патологии, подобного заболевания, он гораздо выше, чем при консервативных методах. Методики лечения, таких заболеваний, как миомы, сейчас очень много. Это и эмболизация, то есть остановка кровоснабжения именно в узлах миомы, это и лекарственная терапия, когда, допустим, временный искусственный лекарственный климакс вызывается с помощью различных препаратов. Есть разные методики. Мы сейчас говорим о тех методах, которые позволяют радикально решить проблему. То есть не медикаментозный метод, не метод эмболизации. Чаще всего… Да нет, это методики, которые не предполагают удаление узлов, если говорить о консервативной именно миомактомии. То есть это название консервативной миомактомии, на самом деле это хирургический метод лечения. Так вот, при консервативной миомактомии, когда мы убираем узлы, то мы решаем эту проблему радикально. При сохранении матки, к примеру. Другие методики, они могут оказать эффект, но чаще всего это эффект временный. И в большом проценте случаев в дальнейшем все равно требуется хирургический метод лечения. Если говорить о хирургическом методе лечения, то доступы могут быть разные. А доступы, которые используются в нашей клинике, они современные. Они позволяют, в общем, быстро женщине вернуться к нормальному, в семью, к работе. И никак не выпадать из социума. Да, конечно. Владислав Александрович, я уже сказала о том, что появилось в вашем отделении новое оборудование. Как будете дальше его комплектовывать? Потому что я знаю, что есть много планов и перспектив для дальнейшего развития. Да, конечно. Если закуплено оборудование, оно должно использоваться. И в нашей клинике мы стараемся не отказывать абсолютно никому. Более того, что сейчас хирурги наши используют такой, я считаю, что универсальный способ улучшения здоровья населения, как привлечение пациентов методом дней открытых дверей. Так вот, я хочу сказать, что касается отделения гинекологии, то считайте, что у нас день открытых дверей – это каждый день. Поэтому, если есть какие-то проблемы, связанные с гинекологической проблемой, если есть у женщин каждый день, есть телефон нашей клиники, можно записаться на прием. Это не обязательно требуется направление женской консультации. Если есть проблемы, женщина записывается, приходит на прием, и каждый день мы готовы оказать ей, как минимум, консультативную помощь. В случае, если в результате консультации требуется госпитализация, госпитализация осуществляется на базе нашего отделения, никакого еще, раз повторяю, направления не нужно. Если требуется какое-то обследование, мы либо обследуем на базе нашего отделения, при этом есть ряд пациентов, которые хочут обследоваться именно в отделении. В таком варианте это будет, конечно, на платной основе, потому что обследование, как вы понимаете, это амбулаторная процедура. Если кто-то хочет госпитализироваться, лечь, обследоваться именно в стационаре, никаких проблем. Если требуется плановая операция, то женщина может обследоваться по месту жительства, по МС, то, что называется обязательное медицинское страхование. Госпитализироваться к нам и лечиться также бесплатно по линии обязательного медицинского страхования. Значит, хотелось бы отметить такую, в общем-то, деликатную проблему, как стрессовое недержание мочи. К сожалению, учитывая малоподвижный образ жизни, учитывая, конечно же, увеличение продолжительности жизни наших женщин, такая проблема, как стрессовое, именно стрессовое недержание мочи, оно с каждым годом увеличивается. Деликатная проблема, я не просто так сказал. Очень многие женщины боятся обратиться, ну, или стесняются обратиться, или, может быть, не знают обратиться к какому специалисту именно с этой проблемой, потому что урологи, гинекологи или хирурги, так вот, в нашем отделении мы занимаемся подобной проблемой. Стрессовое недержание мочи, оно требует чаще всего установки сетчатых имплантов. Это дорогое, если говорить о стоимости сетчатых имплантов, это достаточно дорогое удовольствие. В нашей клинике мы лечим и устанавливаем сетки по квоте, по квоте УМС для жителей Московской области бесплатно. Но если говорить о тех сетках, которые устанавливаем мы, это американские системы, они стоят порядка 45 тысяч, если, допустим, женщина обращается в какой-то частный медицинский центр, ну и, соответственно, стоимость операции. У нас эти сетки устанавливаются по квоте бесплатно для женщин. И, пожалуйста, если… Что необходимо для этих операций? То есть просто обратиться за помощью и к вам в отделении? Значит, во-первых, понять, что есть такая проблема. Да, недержание мочи при кашле, при физической нагрузке. Естественно, это дискомфорт. Значит, если есть такая проблема, женщина приходит, записывается на консультацию к заведующему отделению, ко мне. Если требуется какое-то обследование, именно уродинамическое обследование, мы здесь можем женщину обследовать. Если в нашем медицинском центре мы это сделать не можем, то, соответственно, мы направляем на обследование в дружественные, соответственно, центры, где проводят уродинамическое исследование. И я могу вам сказать, что какое-то дополнительное обследование именно в плане уродинамики требуется далеко не во всех случаях. Очень часто тесты, кошлевой тест, позволяет именно понять, что здесь присутствует проблема, которую мы можем решить с помощью операции, там, стрессового недержания мочи. Просто существуют другие виды недержания мочи, как ургентный мочевой пузырь, то есть то, что занимаются наши урологи. Это не требует оперативного лечения, а может женщина обойтись и лечением иным, фармакологическим в том числе, то есть принимать таблетки. Если устанавливается диагноз стрессового недержания мочи, мы госпитализируем женщину после обследования, обычного, рутинного обследования, которое требуется для любого оперативного лечения. И могу вам сказать, что у нас, мы стараемся именно подобной операцией, это малоинвазивная операция, когда женщину мы можем госпитализировать, обследованную женщину госпитализировать, и провести операцию, и через день, через два ее выписать. Так вот, такие операции у нас идут в приоритете. Женщина не будет ждать долго, она записывается в план операции на ближайшие недели буквально, и вот таким вот образом решить эту проблему в течение, в общем-то... И забыть о ней. И забыть о ней, да. В ближайшее время. Спасибо, Владислав Александрович. Я думаю, что сегодня мы ответили на многие вопросы наших телезрителей. Будем следить за развитием вашего отделения и узнаем обо всем по одним из первых. Спасибо огромное за то, что вы нас пригласили. Я надеюсь, что наша встреча не последняя. Если возникнут какие-то вопросы, мы готовы всегда ответить, приехать к вам. Ну, а если возникают вопросы телезрителей касаемо их здоровья, они могут всегда обратиться к вам, прийти в стационар, и не обязательно перед этим обращаться в женскую консультацию. То есть, в принципе, можно с какой-то определенной проблемой, из тех названных проблем, которые мы сегодня озвучили, напрямую обратиться к вам, к врачам вашего отделения. Напрямую. Это бывает чаще всего проще, быстрее и качественнее. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»